Всем привет, студия RUHUB, Даня Семенов и теперь мы поговорим с Богданом Василенко, он же Айсберг из команды WinStrike. Привет, Бодь. Привет. Ну расскажи, как у вас дела после групп-стейджа? Усталость, опустошенность, но вера в себя вернулась в конце, мы начали лучше играть и сейчас будем стараться только набирать. Как далась игра с IG? С IG? На самом деле просто в плане игры, да и нервов особо не было, потому что сил не осталось, очень много игр, позавчера, нет, вчера мы, да, уже позавчера мы сыграли 3 бой серии, оба 2 серии и каждый день минимум по 2 играли. Усталость, иногда разочарованность. Ты как-то рассказывал, что приятные сообщения, они и приятные, но для тебя особо ничего не значит, но от хейта ты заряжаешься на игры и на выступления и в целом. Да. Какой сейчас вообще фон вокруг тебя в плане реакции? Да, рофлят люди иногда, но большинство поддерживают, не знаю, сейчас такое мало кто хейтит, прям хейтит-хейтит. Есть люди, которые из-за одного твита начали рассказывать, легкая группа, ну то есть я написал, не поняли, что это ирония была, то есть, по-моему, самое очевидное, но большинство людей даже не понял, думал, что я на полном там серьезе. Говорю там про Passage, Liquid, Minimum и Minneski, которые выигрывали все мажоры и так далее. Ну то есть люди, видимо, сарказму не понимают, думали, что я там на серьезных вещах это говорю, но на самом деле это была элементарная ирония и ничего больше. Планируешь себе какую-то татушку набить здесь, на Инте? Да нет, не особо. А если, например, пойдешь в ТОП-5? Да, не думаю. Хотя, возможно, я не знаю. Ну то есть, пока точно желаний нет. Понял. Ты открыл кальянный бар. Была ли какая-то идея открыть что-то киберспортивное? Это первый вопрос. Второй вопрос. Открыть место, в котором можно проводить PopStombo, где можно смотреть International. Ну вот насчет PopStombo – это очень крутая идея. Просто ее очень сложно реализовать. В том плане, что не всегда будут приходить смотреть, потому что все-таки для этого надо развлекать какие-то там… Ну, как минимум люди, которые умеют развлекать народ, но они же не будут просто приходить смотреть доту. Ну, то есть, не такой огромный плац людей, которые будут… Ну, это раз в году все равно. Будет интересно такое, да. Ну, то есть, на Инте, конечно, это очень прикольно – арендовать какое-то помещение и просто сделать PopStom. Это круто, но я думаю, без меня кто-то это уже сделал сто процентов в любых городах. С ребятами СНГшными здесь общаетесь? С ВП, конечно. Да и со всеми вообще. И с комментаторами, и аналитиками. Все друг друга знают, хорошо общаются. Может, кто-то не хорошо там и не общается, но вообще в основном все общаются нормально. Страту никто не парит? Ну, нет. Не особо? Не особо. Те же ВПшки успели навыигрывать себе большое количество Мерседесов? Да. Четыре? Ну, четыре стазом, три дотера. Ты бы что хотел себе? Какой автомобиль выиграть на туре? Выиграть? Ну, да. Допустим, будет такая возможность. Да, выигрывать не хотел. Я люблю выбирать. Ну, ладно. Какой бы выбрал? Я люблю выбор. Выбор? Не знаю, если честно. Камару хочу себе. Она ездит так себе, но воспоминания с детства. Не знаю, почему-то мне приелась эта машина. Единственная, которую я бы хотел – это Камару. Ладно, давай закончим все это быстрым блицом. Давай. Пять фактов рандомных, каких-то ассоциаций, может быть, все, что в голову приходит, когда ты слышишь слово «Канада». Канада? Да. Флай. Флай. Ассоциаций? Что угодно вообще. Услышал «Канада», что первое появилось в голове? Худшая еда? Флай? Дровасе. 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 Спасибо, Лех. Спасибо за интервью. Удачи вам, ребят, mainstage. Это был «Айсберг». «Айсберг». Дровасе. Да. Да. Дровасе. Дровасе. Продолжение следует...